Всем привет, друзья! Привет! Мы снова с вами. Наверное, необычно нас смотреть. После Niagara on the lake, когда мы там были в футболках и в шортах, грубо говоря, сейчас в шапках и в таких куртках, но погода меняется. В Канаде на самом деле погода очень изменчивая. Да, в пятницу у нас было 25 градусов, плюс сегодня 4. На пятницу какое число было? 23, да? 23. Сегодня 25 воскресенье и вот сегодня такая вот холодильник, плюс 4, чуть-чуть зима. Да, хотели бы рассказать... Со стаканами скоро начнут подозревать неладное. Прогуляемся сегодня с вами в ботаническом саду. Вот и хотели бы с вами поделиться информацией про автомойки. Вообще, что почем, какие цены, как это происходит и что... Цены на бензин обсудим. Да, про штрафы дорожного движения. К вашему счастью и к нашему несчастью, они у вас есть. У нас есть штраф за парковку и один штраф за превышение скорости. И мы расскажем, покажем, как он выглядит и расскажем, что делать с этим всем. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ребята, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы погнали на... Колокольчик. Самый важный. Колокольчик, да. Ребята, мы погнали на автомойку. Погнали. В общем, помыть машину вы можете, ребята, несколькими способами. Либо поехать в место, где вам ее помоют, либо помыть ее сами. Очень часто распространено в Канаде, что вы моете ее сами. Для этого есть вот такие вот моечки. Да, вы в нее заезжаете. Сегодня, потому что погода не очень хорошая, никого здесь практически нет. Вот, заезжаете. И тут вот есть такое меню и оплата 5. В данном случае на данной помойке 5, 7 и 10 долларов. В зависимости от времени, которое вам нужно. И здесь вот переключаете на различные режимы. Да, то есть, если вы хотите сделать вакс, это воском полить, остановить. Тайр-клинер, то есть, почистить свои колеса, резину от грязи. Либо там, high-pressure wash, чтобы у вас водичка появляться. Это все можете пользоваться. Вот, 5 долларов, по-моему, дает вам 7 минут. 7 долларов 12, это 10 долларов, по-моему, 18 или 20 минут. Вот такой щеточкой вы машину моете, чистите. Вот, сами сушки здесь нет. Ну, на практике могу сказать одно, то, что вот надо брать минимум 10 долларов, чтобы машину здесь помыть. Вот, это только вот мойка снаружи и можете коврики свои помыть. Для того, чтобы пропылесосить, вам нужно... Здрасьте, здрасьте. Для того, чтобы пропылесосить, вам есть такие стоят пылесосы. Тоже это все платно, естественно. И тоже здесь 3 и 5 долларов. 3 доллара, по-моему, это 5 минут, 5 долларов, это 10 минут. Может, пропылесосить, либо даже можете сделать шампунчик, выбрать шампунь, почистить салон машины вот такой вот. Щеточка вычистит там пятность, вдруг ее запачкали. Вот, либо вы можете выбрать автоматическую мойку. То есть, заезжаете, и вам машина там моется. Вот, цены в данном случае немножко разные. То есть, от 9 до 15 долларов все налоги включены. То есть, если вам просто помыть снаружи машину 9 долларов, то вы из машины не выходите, заезжаете и, соответственно, вам снаружи ее моется. Ну, внутри опять же моет мыть ее должны сами. Либо есть еще пару вариантов. Пару вариантов это... Какие варианты у нас есть? Да, пару вариантов. Вариант приехать, где вам машину помоют. Но это уже будет стоить примерно весь комплект мойка внутри и снаружи. 20 примерно 8-35 долларов. То есть, можете посчитать, да, где выгоднее и сколько вы на это время потратите. Там 2-3 человека вам машину помоют и очень быстренько все почистят. И есть еще мойки автоматические, где берется абонемент на месяц. Стоит примерно 25 долларов. И в этом случае вы можете машину помыть раз в сутки, раз в сутки. И... Да, раз в сутки можно машину помыть за 25 долларов. Но опять же, это только внешняя мойка машина, а внутренней мойки здесь не говорится. Ну что, погнали, почистим машину внутри, потому что немножечко мы ее не чистили, честно признаться. Запустили. Все, а потом поедем и расскажем вам про штрафы. Штрафы в Канаде за нарушение правил дорожного бюджета. Убираем 5 баксиков. Можно по кредитке оплатить тапом. В общем, в общем, почистили. 5 долларов. Это пылесос. Почистили. Я гуляла. Я гуляла. Саша чистил. Подъезжаем к заправке, кстати говоря. Заправочка Пионер 92,6. Ну, кстати говоря, это... Ну, цена за 100 литров. В России за литр. Цена здесь за 100 литров. И на заправке стандартный бензин, это обычный регуляр. Это 87-й. В России же, наверное, 87-го нет. Так вот, можно тоже здесь оплатить. Кредитная карточка, естественно, либо кэшинг. Вот. Цена за 100 литров. Цена, значит, сильвер у нас это вот обычный бензин 92,6. 89-й золотой 106,6. И платиновый 91-й самый высокий 112,6. А на некоторых заправках, кстати говоря, висит такая пиктограммочка, за что вы платите. То есть, какую часть вы платите именно за топливо, какие часть налоги и так далее. Ну, заправимся, вот считайте, с нуля. Посмотрим, сколько Toyota Corolla новая 2019 года, сколько она управляет. 38,8. Ну, может быть, сейчас еще что-нибудь заполним. До 40, я думаю. Ну, вот, все. Больше не лезет. 39,6, 40 литров. Реально в Канаде не воняет вот этой гарью, как-то переработанным бензином. Да? Это зависит от качества топлива или от чего? Это зависит от, ну, во-первых, от автомобилей самих, но и от качества топлива тоже зависит. А как в Канаде с качеством топлива? Слушай, в Канаде проблем вообще не было. Я все время заправляю все свои машины 87-м бензином. 87-й это самый базовый, называется regular. Да, то есть 87-м бензином вообще никаких проблем нет. Все ездит и двигатель работает как часы. Зависит от катализатора. Катализатора в машине. А, да? Да, очень много. Все машины практически сейчас. Здешние, они все с катализатором, потому что в Канаде есть такое понятие emission test. Это экологический тест. Вот уже надо проводить. Сейчас его отменили, но надо было проводить какое-то время назад. Вот из-за этого и в Канаде особо вот, например, разница между Москвой и Торонто, она глобальная. То есть я приехал в 2018 году в Москву и просто вот этот запах вот этой гарри я с утра выхожу. Из-за того, что большое количество машин, часть машин, которые вообще не должно быть на улице, на дорогах ездить, к сожалению, это ну так, да. Кстати, вот, пожалуйста, отъехали три минуты, пожалуйста. Там 92 бензин стоит, здесь 97, почти 98, я не знаю видно там или нет. Да не три минуты, а вообще через дорогу, грубо говоря. Ну да, очень странно вообще. То есть как они тут цены выставляют? Да мало того, между своими же сетевыми разницами... Да, такая разница. Разница. То есть ну, грубо говоря, я заправился в Пионере. Поеду сейчас другой Пионер заправку, там будет абсолютно другая цена. Ну что, все на 5 долларов разница. Ну тут на 5 баксов разница, это между прочим. Бла кофе. решили рассказать вам про штрафы за нарушение дорожного движения парковки а то мы показывали как делать не надо когда ездили а да мы припарковались не оплатили парковку ничего в общем да что за это грозит какие максимальная штраф за парковку значит ребят тут все очень интересно простой обычный штраф за за неправильно парковку стандартно 30 долларов примерно вот и мы прикрепим наш тикет фотографии сделаем в общем 26 долларов у нас был штраф за парковку заплачивать в течение 7 7 дней 26 долларов в течение от 8 до 15 дней то 33 доллара уже пение у вас идут от 16 до 45 дней 47 долларов и от 46 до 75 дней 76 долларов что принципе в три раза больше ровно больше чем была номинальная сумма штраф если вы нарушаете более грубо парковку например припарковались где пожарная зона пожар как называется пожарный проезд пожарный проезд и парковались то 400 500 долларов и получается неплохо неплохо если припарковались вместе для инвалидов самые большие штрафа сколько 5000 долларов до 5000 до 5000 долларов да и просто-напросто желание попарковаться на месте для инвалидов если вы не не оплатишь штраф то одну вам в любом случае придется его платить уже по максималке со всеми пениями при перри перри регистрации автомобиля каждые два года надо будет перерегистрации сделать и вам в любом случае ой трафик вам любом случае придется придется платить а потом только уже перерегистрировать автомобиль а это что касается штрафов за неправильную парковку дальше идет штрафы за непосредственно за превышение скорости мы расскажем вообще есть решение скорости наверно в принципе нарушение пдд вообще нарушение пдд что это грозит команде есть двойная система первое это штраф денежный во вторых у вас накладывается штраф на вашу непосредственно водительское удостоверение в качестве штрафных баллов есть набирать на штрафных баллов и больше водительское удостоверение у вас забирается и соответственно через месяц выдается уже с 7 баллами вот но это очень очень плохо и плохо для потому что до страховка да плохо потому что страховка у вас становится дороже в два-три четыре раза в самом случае страховой провайдер от вас отказывается это очень-очень плохо и ну вы сами понимаете страховка в антаре ну да ты просто очень сложно говоришь вот чтобы страховой страховка становится становится дороже я к тому что вот на примере нашего тикета расскажи это будет понятнее да да не давать просто сначала минутку потрачу какие поняты за что вы получаете два поинта получать если вы неправильно повернули налево на право пример налево повернули пересекли сплошную линию вы получаете штраф в размере там по моему сто сто пятьдесят долларов и два дополнительных баллов три балла вы получаете тут очень много и озвучит только главное то что если вы не послушали не подчинились офицеру полицию то есть он вас остановил проехали мимо и не остановились три балла получается решение скорости от 16 до двадцати километров в час тоже три балла помимо штрафа получать еще три балла за это если же вы три балла получаете за пользование телефоном во время движения то есть у вас телефон либо гадость какой-то есть в руках либо вы кушаете кстати говоря четыре балла получается за то что не знаю как они это будут детерминировать то что вы двигались очень близко к другой машине либо превышение скорости от 30 до 49 километров в час пять баллов это на не остановились на дорожном переезде вот помимо штрафа опять же шесть баллов получается если у вас в гонками занимаетесь любите полихачить там всякие эти перевод выдавать надо на дорогах и также шесть баллов если у вас превышение скорости больше чем на 50 км в час опять же 50 км в час и более это сразу вас вызывает в суд и судья решает такой у вас штраф денежный и 6 баллов добавляется и самый большой 7 баллов если вы скрылись с места дтп либо офицера полиции угонять от сара полиции именно угонять вот на нашем примере короче скрывать я думаю все-таки знаешь чтобы было по понятии расскажу вот нашу историю как это работает да бог была неосторожность мы возвращались ниагарту видео прошлое которое ниагара он the lake винная столица канады возвращались и skyway съезжали у нас превышение было на 35 километров в час то есть мы со 100 до 60 сразу не снизились ехали 95 остановил офицер полиции остановил мы все сказали да 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 чем мы согласны он выписал нам штраф то что не на 95 мы превысили а на 80 ну счастья мало штраф 95 долларов плюс если ты его оплачивать что становится ты дополнительный баллы активе активируется 3 балла вот чтобы дальше самое интересное для меня дальше самое интересное то что мы естественно как бы со штрафом и превышение было но мы решили со штрафом бороться чтобы хотя бы этих баллов не было не проблема же оплатить 95 долларов да а проблема в том что потом эти три балла и все и страховка страховка на 10 примерно могла бы там на там 5 10 процентов выше это достаточно прилично 5 10 процентов в год это прилично вот и что хочу сказать да обратились в адвокатскую контору в юридическую контору обратились к юристам стоило это по моему около 300 долларов да неважно 33 до 300 долларов вот они сами написали в суд за суд и как это вообще происходит я говорю как вообще происходит тут это все движение что вы делаете они говорят ну вам пока ничего не надо суд мы идем мы вам написали просьбу чтобы назначили нам день суда в общем пока вы не оплатили штраф он вы с ним не согласны то есть вы можете бороться в суд надо будет явиться им как моим представителям и офицер полиции отвечать непосредственно на вопросы то что им вот мы предъявим и доказать что он прав дело выигрывает снимается то есть мы ну внули списывается абсолютно что нарушение не было потому что ответить нечего и верят вам а не ему до нарушили мы в общем подали мы где-то в середине сентября и нам суд назначен на 21 января января ну что самое интересное суд будет по телефону прикол я такого никогда не видел позвонят наверно моим представителям как я понимаю и с ними уже вот все будет решать если повезет то хотя бы баллы снимут да ну они сказали как мы заключили договор при если они не исполняют ничего не делают то они мне деньги заплаченные возвращают в принципе тоже очень при приятно больше конечно как-то сложно так вот когда звучит я со стороны слушаю сложновато конечно ну а что насчет алкоголь до алкоголь это вот очень до 21 года алкоголь не разрешает употреблять за рулем вообще употреблять алкоголь вообще не разрешается за рулем до 21 года уровень алкоголя в крови у вас должен составлять 000 вот 21 года и если у вас есть водительское право права категории g в онтарио это полный водительские права при управлении вашим личным транспортным средством некоммерческим то алкоголь для у вас допускается максимум до 0 8 промилле до 0,8 промилле до криминальный до криминального до 0 но это же угодно львать не до 2 бутылки пива вы можете выпить но если вас поймают вас лицензию забирают он на месяц на 2 и вы должны тесты проходить а подожди подожди чуть чуть непонятно если поймают смысле поймают меня и у меня до 0 8 после 0 8 после 0 8 это является криминальным нарушением уже будете идти не как провинциальной не как административка да уже криминал и это уже очень-очень-очень да если же у вас то получается градация идет до 0 и 3 промилле вообще ничего не будет вас просто спрашивать останавливают вы продуваетесь и выясняют что то 1 0 1 2 0 3 то все нормально вы спрашивали в кей ввести просто-напросто вы едете дальше если от 0 3 до 0 5 то вас просит уже оставить машину либо ее кто-то заберет другой другой ну тоже ничего муки штраф не выписывается вот но от 0 5 до 0 8 такие достаточно жесткие требования буквально зачитаю если первый раз у вас поймали от 0 5 промилле до 0 8 помилле то есть 0,5 до 0,8 то три дня у вас лишают права управления 250 долларов штрафа если второй раз за пять лет вас поймали то уже семь дней лишения прав и 350 долларов долларов штраф и вы должны брать курсы образовательные как не пиза рулем серьезно как написано если третье и да далее то у вас третье и далее нарушение 450 долларов штраф в месяц лишения прав и вы должны уже проходить treatment программу то есть вас уже отправляют не на обучение а на излечение от алкоголя вы являетесь алкоголиком и я вам скажу так то что если у вас нарушение больше 0 8 промилле у вас криминальная запись идет 90 дней лишения водительских прав 550 долларов штраф 280 вы платите чтобы вернуть вашу лицензию обратно и от шести месяцев до года у вас ставится на машину на замок зажигания специальный аппарат ну что на сегодня наверное все надеюсь было интересно если есть вопросы пишите вы будем стараться отвечать да ребят пишите потому что очень интересно нам общаться комментарии уже у нас пошли мы отвечаем насколько можем это сделать так что ребят пишите свои темы которые вам интересно чтобы рассказали вообще и подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока